25-й километр трассы Перим-Екатеринбург. Фура, груженная арбузами, пробила заграждение объезда, вылетела на недостроенный участок дороги и опрокинулась в кювет. Начался пожар, водитель погиб, напарник успел выпрыгнуть из кабины. Предварительные причины отказали тормоза на крутом повороте. 25-й километр трассы Перим-Екатеринбург знает каждый водитель, кто хоть раз проезжал здесь за последнее время. После того, как началось строительство новой дороги, здесь образуются постоянно многокилометровые пробки. И не только в выходные дни, в будние здесь также можно наблюдать довольно плотный трафик. Непрекращающиеся дожди и многотонные фуры усугубили ситуацию. Одним словом, яма на яме. Водители, описывая состояние этого участка, выражались лаконично. Реконструкция участка федеральной трассы Перим-Екатеринбург с 20 по 27 километр идет уже давно. К октябрю должна быть завершена, но с ноября прошлого года здесь не было ни техники, ни рабочих. Как мы уже рассказывали ранее, у подрядчика столичной организации строительного управления «Один» возникли финансовые проблемы. Однако недавно работы на проблемном участке возобновились. Нам удалось пообщаться с представителем подрядчика. Ждали дожди закончить. Сейчас грейдер отработал, погрузчик отработал. Надеемся, что движение будет более быстро, чем во время дождя. И надеемся, что ситуация улучшится. Мы запустим свое производство и закроем эти ямы асфальтобетонной. А примерно срок есть? Примерно сроки сентября месяца. Речь идет о разбитых отрезках, которые сейчас так досаждают автомобилистам. Что же до работ по строительству нового участка, то здесь не все так просто. Заказчик Федерального управления автодорог «Урал» из-за срыва графика принял решение разорвать контракт с нерадивым подрядчиком и потребовал выплатить неустойку. Финансирование объекта перенесено на 2016 год. По вашей оценке, сколько займет процесс расторжения контракта? Ну, как мне сказали, значит, либо это расторжение октябрь месяц, либо мы уходим в бесконечность. И все это время эта подрядная организация продолжает выполнение работы? Обязательно будет вести работы, потому что контракт официально не расторгнут. Условия контракта остаются. Рассмотрение дела состоится 30 сентября в арбитражном суде Свердловской области. Но чем бы оно ни закончилось, ясно одно. Водители проиграли в любом случае. Ведь даже по самому оптимистичному сценарию, раньше 2017 года сдать этот отрезок трассы в эксплуатацию не получится. В то время как следующий участок до Бершети уже построен и сейчас попросту простаивает из-за неготовности предыдущего. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.